Привет, на связи Игромания, свежий выпуск All In, меня зовут Даша Бунтина. Мы собрали все самые интересные новости, да, мы, кстати, готовимся к Новому году, не знаю, как ты. И самое-то главное сейчас, к этому часу, это скандал вокруг GTA 6 раз, скандал вокруг The Day Before 2, ну и отмена E3 навсегда, это три. Мы будем говорить не только об этих новостях, а о многих и других, так что пристёгиваемся, шутки оставляем до конца выпуска, так что смотри. Ну а мы начинаем. Значит, новость первая. Rockstar могут потащить в суд из-за трейлера GTA 6. Разработчикам грозит некий Лоуренс Салливан, настоящий преступник, также известный как флоридский Джокер. И он уверяет, что студия украла его внешность и без спроса использует в игре, за что он требует 3 миллиона долларов. Справедливо? На мой взгляд, ну так неплохо. По мнению Салливана, он делает GTA самую крупную бесплатную рекламу за всю её историю. И если с ним не пойдут на контакт, то он обратится к адвокатам и предъявит некие весомые доказательства. Какие ваши доказательства? Кокаином. Что ж, остаётся пожелать ему удачи, потому что в своё время актриса Линдси Лохан тоже пыталась трясти с Rockstar деньги. Вышло у неё это или нет? Конечно нет, потому что суд она проиграла. И всё благодаря отменным юристам компании, которые уже несколько раз побеждали её оппонентов. И кстати, как думаешь, в этот раз вообще выйдет что-то или история опять повторится? Но некоторые отмечают, что Лоуренс Салливан действительно может быть и схож с каким-то персонажем, но только из-за тату вокруг глаз. Слушайте, но является ли это сейчас чем-то уникальным или особенным, судить, конечно, не нам, а уже суду. Посмотрим. Поживём, увидим. The Day Before никогда не планировалось как ММО. Игроков обманывали с самого начала. И об этом рассказал один из разработчиков, пожелавший, конечно же, остаться анонимным. Он подтвердил теорию, что у создателей игры были глаза, и они прекрасно видели, что творят. Но они не могли жаловаться или бить в тревогу. Таких попросту выгоняли. Аноним винит во всём руководителей студии Фантастик. С самого начала они опирались только на свои прихоти, игнорируя пожелания коллег. Начальство прекрасно знало, что игра не может принять больше сотни человек на сервер. То есть никаких кланов, масштабных рейдов и гигантских открытых зон не планировалось. Но некоторые идеи, даже самые глупые, всё равно развивались вплоть до прототипа. Из-за этого авторы потратили много сил и времени впустую. Источник подтвердил, что шутер разошёлся тиражом в 200 тысяч копий, а количество рефандов достигло отметки в 91 тысячу. Вероятно, это разочаровало издателя, и он решил закрыть разработчиков. Сами авторы никаких выплат от продаж не получили. Выходит, что The Day Before была скамом с самого начала, и от этого становится ещё обидней. Ведь никто не встал на защиту геймеров ещё до релиза. Кстати, мы уже наблюдаем последствия этого инцидента. Издатель Hype Trend Digital удалил упоминание студии Fantastic со страницы игры The Wild Eight. Это сделали специально, чтобы отделить проект от разработчиков-обманщиков. Потому что их репутация уже отразилась на оценках проекта. Какое устройство объединяет в себе топовые процессоры AMD и современные видеокарты Nvidia 40-й серии? Такое сочетание можно найти в линейке ноутбуков MSI Bravo для достижения лучшей производительности. Каждый подберёт подходящее устройство в зависимости от цены и характеристик. Например, есть ноутбуки с диагональю 15 и 17 дюймов. Даже с максимальным разрешением экрана эти компактные гаджеты весят не больше 3 килограммов. А учитывая стильный железный корпус, MSI Bravo можно использовать как в домашних, так и в уличных условиях. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком обеспечит удобство печати даже за столиком в кафе. IPS-матрица и высокая частота обновления дисплея подарят качественное изображение в игре при просмотре сериалов и работе с программами. Ноутбуки MSI — это сочетание стабильного бренда и наличие гарантии, а также сервисных центров. Покупатели получают новейшие технологии, которые окупят вложения. Узнать дополнительные подробности, а также приобрести любой ноутбук MSI ты можешь в сети магазинов и на сайте CityLink. Ссылка в описании. У хакерши Empress появился конкурент. Раньше она была единственным взломщиком, кто обходит защиту Denuvo. Для этого она использовала собственную библиотеку данных. Но другой хакер умудрился взломать Hogwarts Legacy, используя новую разработку. Автор даже опубликовал видео, в котором показывает результат своей работы. Энтузиаст признался, что с помощью обратной разработки воссоздал метод Empress. Но он не стал выкладывать свои материалы в открытый доступ. То есть убедиться в том, что его способ действительно работает, пока невозможно. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Прямо сейчас пираты нуждаются в новом герое. Энпрос и так работала неспешно, уделяя внимание лишь некоторым громким релизам. А с 18 сентября она вообще пропала с радаров. Фанаты теории заговоров предположили, что новоявленным энтузиастом может оказаться сама Эмпрос. Уж слишком многих она разочаровала своим эксцентричным поведением. И создание новой личности будет, в принципе, в ее духе. Успех Baldur's Gate 3 не уберег правообладателей от увольнений. Игра создана по франшизе Dungeon & Dragons, которая принадлежит компании Wizard of the Coast. А она входит в состав производителей игрушек Hasbro. Вот такая матрешка из авторских прав. И несмотря на все достижения ролевой игры, ее прибыли оказалось недостаточно. Поэтому больше тысячи человек лишатся своей работы. С начала этого года Hasbro столкнулась с рядом проблем. Сейчас спрос на игрушки падает, поэтому компании нужно быстро адаптироваться к новым условиям. Она намерена выпустить больше цифровых товаров. А это значит, что нас ждет больше видеоигр по ДНД. Как пример будущий экшен от авторов третьего Payday, о котором я рассказывала в одном из прошлых выпусков. Более того, скоро компания запустит новую виртуальную площадку, где можно будет устраивать собственные настольные приключения вместе с друзьями. Инсайдер поделился новыми подробностями игры про отряд самоубийц. Помимо сюжетной кампании, геймеров ждет множество побочных миссий. Они помогут удержать игроков после завершения основной истории. Сейчас известно о режиме Raising Hell, в котором игроки сразятся с волнами врагов. Постепенно их количество и сложность будет только расти. Те, кто продержится дольше всех, попадут в таблицу рекордов. В другом режиме геймеры столкнутся не только с монстрами. На одной карте сразятся четыре команды из четырех игроков. Согласно сюжету, герои прибыли из разрывов мультивселенной. Чтобы выбраться, они должны соревноваться ради потехи неизвестного злодея-садиста. Как отметил Инсайдер, эти задания похожи на Гамбит из Destiny 2. А еще в отряде самоубийц будет что-то вроде рейдов. Сейчас они носят ироничные названия «самоубийственные миссии», но к релизу их могут переименовать. Сегодня блиц-новости начнутся с радостного события. В Starfield могут добавить транспорт. Разработчики пообещали, что в следующих обновлениях появится новый способ для быстрого перемещения. Обошлось без конкретики, но хочется верить, что больше не придется исследовать пустые планеты на своих двоих. Более того, авторы добавят в SR3 карту городов и многое другое. Bethesda хочет выпускать большие апдейты каждые шесть недель. А между ними будут выходить хотфиксы, необходимые для исправления ошибок. Выставка E3 больше никогда не повторится. Организаторы пришли к решению закрыть это мероприятие, которое проводилось в середине 90-х. Причина заключается в том, что теперь видеоигровые компании проводят собственные ивенты. E3 устарела, поэтому Microsoft, Sega, Sony и другие издатели просто отказались от нее. Ubisoft выпустит следующее дополнение для The Division 2 в 2025 году. Сюжетное DLC перенесли для крупного обновления Project Resolve. Оно выйдет 6 февраля и добавит множество улучшений. Их можно будет попробовать на тестовом сервере уже в этом месяце. Новый Tekken получит демо. Для PlayStation пробная версия выйдет уже завтра, 14 декабря. А обладателям ПК и Xbox придется ждать 21 числа. Для геймеров подготовили первую сюжетную главу и режим с локальными боями. Тимоти Шаламе назвал свою игру года. На шоу The Game Awards он отдал статуэтку Baldur's Gate 3. Но сам актер предпочитает второго Человека-паука. Правда, он не смог назвать ни одной запоминающейся сцены из экшена. Игроки посчитали, что Шаламе соврал, чтобы прикинуться своим и порадовать фанатов игры. Ведь некоторые расстроились, что несмотря на 7 номинаций, игра пролетела в каждой. Кстати, игроки на PlayStation и Xbox могут подвести свои итоги года. Для этого были запущены специальные странички, где собраны все достижения пользователей. Правда, для российских пользователей PSN такая опция недоступна. Зато Microsoft открыла итоги для всех. Все подробности будут в описании ролика. Ну а теперь перейдем к комментариям. Во-первых, вот этот комментарий, где прекрасно The Day Before, оказалось тем, что и ожидалось. Конечно, романтики верили в чудеса. Но как бы случилось то, что случилось. Абсолютно согласна, наверное, в части. Ой, по поводу выхода Великой Смуты, ну посмотрим. На самом деле я очень скептично настроена, не буду сейчас строить какие-то догадки. Но вообще в целом по поводу предзаказов, смотрите, я не беру сама предзаказы, да. То есть я не в такое огромное количество игр в том числе играю. И многие из вас тоже пишут о том, что предзаказы лучше не брать. Например, вот такой комментарий, где человек объясняет, да, что ждет годик-два и потом только приобретает что-то. Потом еще комментарий про прецедент The Day Before был, что в плане игровой индустрии не очень сильно повлияет, так как они не первые и они не последние. Ну, скорее всего, да. Хотя мне кажется, это очень громкая все-таки ситуация, которую сейчас освещают огромное количество каналов. И так или иначе, все-таки способ донесения информации стал сейчас более развернутым, как мне кажется. Раньше можно было только зарекламировать, залюбить, да, заоблизывать, а сейчас так не получается. Есть те, кто говорят об этом очень громко и внятно. Потом комментарии про то, что взломщиков надеются, что арестуют, и это подло. Да, это подло. Не будем сейчас отшучиваться, это очень некрасивая ситуация. Действительно, за такие вещи нужно нести наказание. Виновен. И комментарии самые, которые били рекорд, это, конечно, про биткоины. Да, ребят, это 2 миллиона долларов, не миллиарда, говорилась и я, и, вероятно, в мечтах мы с Русланом думали о большем количестве нулей в деньгах. Да, абсолютно, вы правы. Спасибо, что поправили. Это бывает, поэтому всегда пишите комментарии, а не только, да, наши с вами хихушки да хахушки. В общем, на этой ноте, серьезной, мы сейчас подойдем уже к концу. Завтра будет наш с вами четвержишный выпуск. Как же нелепо это звучит, но все же. Ну, в общем, не скучаем, собираемся, спим крепко и увидимся завтра. Пока-пока.